В нынешнем году Тверь должна стать не только удобнее и благоустроеннее, но и красивее. В столице Верхневолжья продолжается благоустройство общественных зон в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. Глава областного центра Алексей Огоньков в ходе выездного совещания проинспектировал ход работ на объектах Заболжского района. То есть зеленая зона примыкает сюда к бордюрам, я так понимаю, к этим бордюрам. И вот здесь дорожки идут, вот они. Дорожки сюда выходят. Да, через ручей. Вот так на схеме выглядит будущий сквер на улице Хромова. Сначала нужно провести вертикальную планировку территории. Грунт для этого уже завезли. Затем в ходе строительного сезона на участке площадью в полтора гектара будут проложены пешеходные дорожки и установлено наружное освещение. Мы пытаемся подойти достаточно комплексно. То есть мы помимо сквера на Хромово делаем и ремонт уличной дорожной сети. Где-то будет отреставрировано, отремонтировано освещение. Поэтому эта зона должна быть безукоризнена во всех отношениях. Приведение в порядок дорожной инфраструктуры ведется параллельно с работами по благоустройству сквера. В замене асфальто-бетонного покрытия несколько мы приведем в порядок вот это разворотное кольцо от обуви. Тут непонятно, как там стоит. Здесь. Улучшим транспорт, скажем, доступность. В итоге делаем остановочные площадки на всем протяжении до первого вагонника. Еще один объект, который будет благоустроен в этом году. Большая придомовая территория, примыкающая к скверу на улице Артюхиной. Здесь демонтировали старые основания дорожек. Уже ведется установка бортового камня и подготовка основания тротуаров. Хочется, чтобы был хороший объект. Потому что эти работы продолжатся. Сквер мы сделали. Эти объекты для благоустройства были выбраны по результатам рейтингового голосования в 2021 году. А сейчас до 31 мая включительно на общероссийской платформе за.городсреда.ру жители Твери могут проголосовать за общественные зоны, которые благоустроят в 2023 году.